Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это научно-исследовательская лаборатория высокого уровня, и она еще лучше показала себя во время пандемии, сыграла серьезную роль в ответных мерах против COVID-19. Тем не менее, Москва настаивает на том, чтобы российских специалистов пустили проверить лабораторию, открыли любые помещения и показали всю документацию. В Тбилиси в ответ заявляют, что готовы принять российскую делегацию, но только в составе международной группы и в рамках какого-либо конкретного мероприятия под эгидой ООН. А в посольстве США в Грузии обвинения России и вовсе назвали лживыми измышлениями. С одной стороны, это желание сохранить какой-то контроль над постсоветскими странами, в том числе над Грузией. К тому же Москва открыто объявляет о желании разделить сферы влияния. Но это еще и попытка ослабить влияние США в Грузии, как и в других странах, где с помощью американской стороны также функционируют подобные лаборатории. Лаборатория Лугара не раз оказывалась в поле зрения российских федеральных СМИ. Ее обвиняли в проведении опытов над людьми и работе с нетипичными для региона опасными микроорганизмами. Впрочем, авторы подобных сюжетов всегда умалчивали о том, что по международной классификации этот центр имеет третий уровень безопасности. А это значит, что лаборатория не может работать с большинством опасных патогенов и тем более завозить их из других стран. К слову, центры с максимальным четвертым уровнем безопасности на постсоветском пространстве функционируют только в России и Беларуси.